Здравствуйте! Вы смотрите канал Pigeon News, а я его ведущий Вадим Зарипов. Мы не пересказываем новости, мы их комментируем. Сегодня с нами эксперт Ксения Литвинова, партнер компании Ксения Литвинова. Ксения, 6 августа Федеральная налоговая служба выпустила довольно подробное письмо о порядке налоговложения внутригрупповых услуг, которые оказываются внутри международных групп компаний. Как вы считаете, с чем связано появление этого письма и на что оно направлено? Спасибо, Вадим. Хороший вопрос, особенно с чем связано появление этого письма. Хочется надеяться, что оно связано с тем, что сама ФНС поняла, что текущая ситуация с налоговым контролем затрат на приобретение внутригрупповых услуг, она дошла до какой-то критичной точки, кипения, наверное, когда и налоговые органы, и налогоплательщики осознали, что налоговое администрирование в Российской Федерации идет в разрез, в принципе, с мировой практикой. И те затраты, которые по всему миру компании учитывают в обычном рутинном порядке, в России становятся непреодолимым препятствием для возможности прохождения, так сказать, налоговых проверок без доначислений. Было много обращений в Федеральную налоговую службу от различных объединений, бизнес-объединений, связанных с тем, что этот вопрос необходимо урегулировать, по крайней мере, необходимо к нему подступиться, так или иначе, сделать какие-то первые шаги. И хочется сказать спасибо ФНС, которая действительно осознала необходимость этого урегулирования и сделала первый шаг, по сути, издав достаточно такой программный документ, который, хочется надеяться, закроет большую часть существующих вопросов администрирования на уровне территориальных налоговых органов. Наверное, надо сказать спасибо рабочей группе экспертов в рамках налогового комитета Ассоциации европейского бизнеса, которая также приняла участие в какой-то мере в подготовке этого письма, изучив подробно эту тему, изучив зарубежный опыт. И, насколько я понимаю, тебе довелось руководить работой этой группы? Ну да, мне посчастливилось работать в этой группе. У нас был с учетом, с участием, вернее, представителей бизнеса и консалтинговых компаний проделана гигантская работа по обобщению опыта зарубежного, российского, выработки каких-то подходов, тезисов. И удалось провести несколько раундов переговоров с ФНС по обсуждению этих тезисов. И часть из них, к счастью, нашла свое отражение в письме. Ну, конечно, не все, что мы хотели видеть, но лучше идти постепенно, мелкими шажками к своей цели, чем оставаться там, где мы были последние пять, а то и более лет. Поэтому, да, я считаю, что в данном случае объединение налогоплательщиков в таком едином порыве за защитой своих интересов, оно дало положительные планы. На мой взгляд, важен сам факт того, что появилось письмо, тематическое письмо, посвященное вопросам вложения внутригрупповых услуг. То есть, налоговая служба признает важность этой темы, признает необходимость устранения неопределенности в этом вопросе, в этой сфере. И таким образом дает какие-то направляющие и для налогоплательщиков, и для налоговых органов. В этом письме налоговая служба предлагает алгоритм проверки. Вот расскажите подробнее, как должна проходить проверка. Да, Вадим, единственное, прежде чем перейти к алгоритму, я хотела обратить внимание налогоплательщиков о том, что письмо размещено в разделе сайта, которое предполагает возможность обращения в ФНС, если территориальные налоговые органы не будут применять это письмо на практике, либо будут применять его каким-то иным образом. То есть, можно сразу с использованием сервиса на сайте обратиться в ФНС и сообщить о расхождениях между практическим применением данного письма и теми рекомендациями, которые направила ФНС в территориальные налоговые органы. Ну, теперь возвращаясь к алгоритму, ну, единственный, конечно, момент, письмо хорошее, но расслабляться никому не стоит, потому что алгоритм, он не претерпел изменений и в первую очередь, что проверяет ФНС, это реальность услуг как таковых. Ну, то есть, как мы говорим, был ли мальчик? Действительно ли иностранный исполнитель оказывал какие-то, ну, осуществлял какую-то деятельность, выполнял какие-то действия в интересах российской компании? Были ли услуги на самом деле? Второй момент, что эти услуги приобретались у иностранного исполнителя, не дублируя функции собственных работников налогоплательщика и не дублируя услуги, приобретенные у каких-то третьих лиц. То есть, что здесь не было дублирования, приобретения, ну, каких-то благ, да, для налогоплательщика. И третий момент — это ценность коммерческая, экономическая полученных услуг для налогоплательщика. Что понравилось, как ФНС предлагает оценивать такую ценность, да, в соответствии с рекомендациями ОСР, то есть через оценку готовности независимых лиц приобретать такие услуги, либо осуществлять соответствующую деятельность собственными силами, ну, нанимая, например, работников. То есть, в данном случае ФНС не проводит математических каких-то параллелей, да, затраты на оказание услуг плюс прибыль от их использования. А говорит о том, что нужно оценивать действительно направленность налогоплательщика на получение выгоды и готовность такие же затраты понести не в пользу иностранной компании группы, а в пользу, ну, иного альтернативного исполнителя, либо выполнить это услуги собственными силами, эту деятельность. Ну и здесь же, наверное, самый тонкий момент письма — это разграничение услуг от акционерной деятельности. То есть ФНС кратко упомянула о том, что необходимо установить, чьим интересом служит услуга, то есть российской компании заказчика или иностранного исполнителя как акционера. Ну, подробностей здесь письмо особых не содержит, возможно, на этой стадии это и хорошо, но, с другой стороны, проблема разграничения услуг и акционерной деятельности территориальными налоговыми органами — одна из самых больших проблем на сегодняшний день, потому что, по мнению территориальных налоговых органов, все, что делает иностранная компания группы, приводит к увеличению ее доходов как акционера, и, соответственно, в половине случаев они считают, что это не услуга, а деятельность акционера направлена на повышение своих доходов в виде дивидендов. Ну, вот здесь я думаю, что, скорее всего, рано или поздно появятся какие-то дополнительные разъяснения, уточнения. Возможно, с учетом практики, выработанной уже в ходе применения данного письма, либо с учетом обращений бизнес-ассоциаций, которые, насколько я знаю, не планируют останавливать работу по регулированию этой ситуации. Но, в любом случае, налогоплательщики должны быть готовы пояснить, что в интересах именно самого налогоплательщика было приобретение данной услуги. То есть это не осуществлялось исключительно в интересах акционера. Ну, например, предоставление, одностороннее предоставление отчетности акционеру для ознакомления, очевидно, не формирует услуги. Если же эта отчетность запрашивается для анализа и выдачи каких-то рекомендаций, которые уже налогоплательщик применяет здесь на практике, да, здесь мы можем говорить о том, что оказывалась уже услуга в интересах налогоплательщика. А что еще может понравиться налогоплательщикам? Какие полезные моменты в этом письме еще можно отметить? Ну, основной, наверное, самый полезный момент – это запрет формального подхода к оценке документов. Это то, на чем спотыкались до настоящего момента при проверке 99% налогоплательщиков. То есть инспекция приходила, смотрела акт, говорила, акт типовой, соответственно, он не содержит подробного описания деятельности, которая осуществлялась, действия исполнителя. Никаких отчетов не составлено, но отчеты не составляются просто в силу того, что они бизнес-практикой не предусмотрены в подавляющем большинстве групп компаний. После чего они говорили, что вся ваша рабочая документация, мы ее во внимание не принимаем, потому что в ней нету ссылки на договор, она не соответствует требованиям, предъявляемых первичным документом. И исключительно используя такой формальный подход, говорили о том, что оказание услуг документально не подтверждено. В данном случае ФНС наконец-то разумно подошла к этой ситуации и сказала о том, что нельзя оценивать настолько буквально и формально документы. То есть да, акты могут быть одинаковыми, но если акты одинаковые, попросите дополнительные документы, которые свидетельствуют об оказании услуг. Эти документы могут быть любыми, не ограничиваясь перечисленными в письме. Наконец-то ФНС легализовала, если можно так сказать, электронную корреспонденцию, презентации, расшифровки телефонных или детализации телефонных звонков. Внутренние локальные документы, такие как служебные записки, расчеты, справки, скриншоты экранов, календари встреч и так далее. То есть все, наверное, помнят статью Елисея Балты в журнале, где он говорил о том, что телефонные разговоры, презентации и так далее, это вообще не услуги. После этого было такое бурное обсуждение данной статьи. Ну вот ФНС пошла, так сказать, разумно взглянула на объективную бизнес-реальность и сказала, что да, именно в таком порядке услуги оказываются внутри группы компаний. Никто не составляет формализованных документов, потому что это будет отвлекать дополнительное время, ресурсы и деньги чисто на выполнение каких-то формальных требований, которые не нужны. Поэтому инспекция говорит, принимаем все, что доказывает оказание услуг. Если непонятной инспекции какие услуги оказаны, она должна попросить пояснение о налогоплательщиках. То есть недостаток отражения той или иной информации в документах может быть восполнен пояснениями налогоплательщиков. И инспекция уже не может их игнорировать, не должна их игнорировать, потому что они должны оцениваться в совокупности с представленными документами. При этом ФНС особо подчеркнула необходимость соблюдения разумного соотношения того объема документов, которые запрашиваются при проверке, с объемом оказанных услуг. Я надеюсь, что уйдут в прошлое отправка КАМАЗов документов, распечаток в отношении какой-то самой рутинной услуги, helpdesk по IT-услугам, когда инспекция говорила, нет, дайте нам все условно заявки за три года о том, что вы обращались в этот helpdesk. Нет, неразумно. То есть это ни для налогоплательщика, ни для инспекции нет смысла грузить друг к другу эти документы. Ну вот хочется думать, что сейчас территориальные налоговые органы скорректируют свой подход и перестанут таки заказывать грузовики макулатуры. Далее, что еще полезного? Наконец-то закрепили письменно, как мнение ФНС, о том, что необязателен формализованный запрос на оказание конкретной услуги, потому что услуги могут оказываться в разных видах, в разными способами, в разном порядке. То есть это может быть и текущая поддержка, и доступ к услугам на каких-то заранее оговоренных условиях, за заранее согласованную плату, и предоставление ресурсов исполнителям, то есть тех ресурсов, которые отсутствуют у заказчика. И ФНС прямо указывает, что отсутствие формализованного запроса не свидетельствует о том, что услуги не оказывались. Это тоже было одним из любимых коньков территориальных налоговых органов. А где у вас запросы на оказание услуг? Хотя из договора следовало, что не подразумевается передача формального запроса и получение, соответственно, формального ответа. Еще из положительных моментов, которые можно отметить, также запрет формального подхода к оценке наличия дублирования услуг, то есть недостаточно сопоставить названия отделов и должностей, которые есть у самого налогоплательщика, и которые вовлечены в оказание услуг со стороны исполнителя. Нужно оценивать функционал, компетенцию сотрудников исполнителя и сотрудников налогоплательщика как заказчика. Если этот функционал различный, то даже наличие одинаковых наименований не позволяет сделать вывод о дублировании услуг. Ну, что, наверное, еще прямо закрепили, да, что запрет проверять цену в контролируемых сделках территориальными налоговыми органами. ПНС подчеркнула еще раз, что это исключительная компетенция самой Федеральной налоговой службы, и территориальные налоговые органы не вправе проверять расходы исполнителя, величину таких расходов исполнителя. Они могут посмотреть наличие понятного механизма ценообразования. То есть, если такой механизм есть, закреплен, он един для группы, то есть, исходя из этого механизма, видно, что на Российскую Федерацию, на российского налогоплательщика не относятся какие-то расходы в ином порядке, да, чем на иные компании и группы, то дальнейший контроль должен осуществляться уже Федеральной налоговой службой в рамках специальной проверки ТЦО. Что еще, вот про затратный метод. Наверное, это первый шаг, который сделала ФНС, прямо закрепив о том, что наличие затратного метода ценообразования, то есть, когда стоимость услуг формируется, исходя из расходов исполнителя и определенной надбавки, само по себе не свидетельствует о применении запрещенного в России, ну, непризнаваемого в России, да, постшеринга. То есть, это просто метод ценообразования на услугу. Здесь, конечно, хотелось бы увидеть разъяснение в отношении ключей локации. Но я, наверное, забегаю вперед, да, скажу, что это то, чего мы не получили, чего не получили налогоплательщики из этого письма, это прямого указания на возможность применения ключей локации. Но сама по себе ссылка на возможность использования затратного метода, на мой взгляд, ориентирует на то, что ключи локации не запрещены. Потому что, по сути, ключи локации — это обязательный элемент затратного метода, когда услуга оказывается более чем одному заказчику. Поэтому, ну, будем считать, что ключи локации пока остались за скобками, но, по крайней мере, никто не написал, что недопустимо, да, применение ключей локации, там, каких-то отдельных ключей или ключей в принципе. То есть будем считать, что сделан первый шаг уже в направлении вот разумного подхода, да, к применению затратного метода ценообразования. Ну, все-таки в целом положительных моментов довольно много. Я прям заслушался, Ксения, думаю, что налоговые органы учтут, надеюсь, по крайней мере, что неправильно поймут положение письма и будут его применять на практике. Ну, а если не будут, то действительно можно пожаловаться в налоговую службу на некорректное понимание и применение этого письма. Но все-таки не обошлось и без не слишком понятных моментов, таких неоднозначных. Вот какие можно назвать такие вот неоднозначные положения письма? Ну, вот как я вижу это письмо, да, одними из неоднозначных моментов является указание на необходимость обеспечения соответствия предоставляемых документов стандартам бухгалтерского учета соответствующего государства, либо общим принципом составления первичных документов согласно стандартам бухгалтерского учета. Как мы обсуждаем с клиентами, подход к стандартам бухгалтерского учета, он различен у наших налоговых органов, да, и у компаний, которые непосредственно составляют те или иные документы. И вот эти вот стандарты никому не понятны, либо мы будем все проверять на соответствие федеральному закону о бухгалтерском учете, да, либо территориальные налоговые органы начнут сообщить нам о какие требования к бухгалтерскому учету, там, условно, в Германии, да, а вот теперь докажите, что ваши документы, представленные исполнителем, соответствуют вот стандартам, немецким стандартам бухгалтерского учета. Ну, вряд ли это имеет смысл, да, потому что контроль документов исполнителя, ну, наверное, он имеет смысл в рамках международного обмена информацией, международного сотрудничества налоговых органов, да, там, в данном случае с немецкими налоговыми органами. Еще один момент, это краткое упоминание в письме о возможности для налогоплательщика обосновывать необходимость совершения сделок в выбранной форме и потребность вовлечения в указанные сделки иностранных компаний групп. В письме это указано как право налогоплательщика, но мы все знаем, что в российском налоговом правоприменении, да, в налоговом администрировании очень часто права становятся обязанностями. И вот если территориальные налоговые органы начнут это право трактовать именно как обязанность, о том, что налогоплательщик должен будет доказывать, почему он эту сделку совершил именно с компанией группы и почему в такой форме, да, там оказывались те или иные услуги. Ну, не хотелось бы, чтобы трактовка в данном случае так расходилась между ожиданиями налогоплательщика, да, и пониманиями территориальной налоговых органов. Ну и самый, наверное, тонкий момент, который неоднозначный, это глубина проверки, глубина погружения территориальных налоговых органов в механизм ценообразования. То есть вот где та конечная точка, ниже которой территориальный налоговый орган идти не должен, да. Как глубоко и насколько прозрачно нужно показать прозрачную методику ценообразования, то есть что территориальный налоговый орган посчитает достаточным для соблюдения налогоплательщикам, да, вот этого требования ФНС раскрыть прозрачность и единообразность методики ценообразования на всю группу. То есть с одной стороны ФНС разрешила использовать документацию по трансфертному ценообразованию, да, налогоплательщик вправе на нее ссылаться, но с другой стороны на нее может начинать ссылаться инспекция, да, истолковывая там привратно там те или иные моменты. Поэтому вот ценообразование, мне кажется, это тоже так же, как с ключами аллокации. Это, наверное, вопрос будущего, который требует, ну, потребует еще, наверное, урегулирования и каких-то более четких разграничений компетенций между ФНС и территориальными налоговыми органами. Чтобы вот, ну, так скажем, благая цель, которая сейчас озвучена и заложена ФНС в этом письме, не оказалась холостой, да, когда территориальные налоговые органы теперь уже под видом проверки механизма ценообразования, да, прозрачной методики, а продолжат, так сказать, затребовать документы, касающиеся вот подходов исполнителя как раз, ну, к определению цены договора. А, кстати, это письмо может ли оно быть полезно при налоговлажении российских групп компаний? Конечно, да. Несмотря на то, что в письме написано, что цель его урегулировать взаимоотношения между российским получателем, да, и иностранным заказчиком, те подходы, которые приводятся в письме, они однозначно должны применяться и к российским холдингам, потому что нету экономических различий, которые позволяли бы применять другие подходы. То есть, ну, в данном случае фактические обстоятельства экономика одинаковая, поэтому российским холдингам я бы тоже рекомендовала взять на вооружение подход этого письма для того, того, чтобы подтверждать, обосновывать, да, или оценивать риски при оформлении, оказании услуг и при проведении проверок по, ну, при российским сделках. Ну, и последний вопрос на такое обложение внутригрупповых услуг. Что можно порекомендовать налогоплательщикам в связи с выходом этого письма? О чем подумать? Что сделать? Ну, я бы, наверное, в первую очередь проревизовала те дефенс-файлы, которые подготовлены уже налогоплательщиками на сегодняшний день. И дополнила их теми дополнительными документами, которые прямо сейчас указывает ФНС в качестве подтверждающих показания услуг. Да, то есть я бы расширила этот дефенс-файл, по максимуму включив в него те документы, на которые ссылается ФНС в своем письме. С другой стороны, я бы, наверное, посмотрела, насколько этот дефенс-файл готов к проверке прозрачной методики ценообразования. То есть, возможно, я бы дополнила его в этой части, запросив там необходимую информацию иностранной компании и группы, да, либо обратившись к документации по трансферному ценообразованию, который готовят компании, и, возможно, использовав оттуда какую-то информацию. Также посмотрела бы эти документы, которые компания собирает в качестве подтверждающих, на предмет того, насколько собранные ранее документы соответствуют текущему подходу ФНС. Потому что ни для кого не секрет, что раньше компании пытались подогнать пакет документов под те формальные требования, которые предъявляли территориальные налоговые органы, которые, ну, так или иначе, фигурировали в судебной практике. Но при этом эти подобранные документы не всегда отражали реальную картину взаимоотношений между компаниями группы, между заказчиком и исполнителем. Вот я бы рекомендовала все-таки посмотреть и как можно ближе подойти к документированию именно реальной картины, то есть к сбору тех документов, если они еще не собраны, которые соответствуют реальным взаимоотношениям. Также посмотрела бы и, возможно, переоценила бы риски в отношении получения внутригрупповых услуг, за которые на сегодняшний день российские налогоплательщики не платят. Есть компании, которые очень осторожны в этом вопросе, которые просто не признают соответствующие расходы, либо вообще не заключают договор на оказание услуг, зная, что это практически в России стопроцентный риск. Но при этом получают благо, получают услуги действительно от иностранной компании группы. С учетом того, как широко сейчас ФНС подошла к определению предмета услуг, те, кто не принимает соответствующие затраты, находятся под риском, на мой взгляд, гораздо большим, чем ранее, под риском доначисления налога с безвозмездно полученных услуг. Потому что если эта деятельность есть, при проверке будет выявлено, что она иностранной компанией в интересах российского заказчика осуществлялась, то применение пункта 8 ст. 250 становится более, так сказать, возможным, более реальным с учетом последнего письма ФНС, чем ранее. Ну и посмотреть, возможно, пересмотреть опять-таки условия договоров, в том числе в части механизма ценообразования, если тот механизм, который сейчас закреплен в договоре, не соответствует реальным отношениям сторон. То есть если этот механизм, он все-таки в свое время был адаптирован под текущие требования территориальных налоговых органов Российской Федерации. Ну, в принципе, тут большой пласт работы, и мне кажется, это письмо, это хороший такой момент, тем более сейчас вроде кончилась вся отчетность, да, компании более-менее свободны. Хороший момент оценить заново свои возможные риски, пересмотреть возможные подходы и задокументировать, ну, сделать тот дифференс-файл, который наиболее полно позволит защитить права налогоплательщика при обращении уже налоговых органов с какими-то требованиями. Ну и отслеживать, на самом деле, насколько изменился подход территориальных налоговых органов, и если в вашем случае ничего не меняется, ну, обращаться в ФНС, потому что в данном случае спасение утопающих делорук самих утопающих, а только активная гражданская позиция позволит переломить практику на местах. Потому что для того, чтобы эта практика изменилась, одного письма в ФНС, к сожалению, может быть недостаточно. Не должно еще быть пассивного поведения налогоплательщика. Да, я, пожалуй, соглашусь, что письмо предоставляет налогоплательщикам новые возможности, но самим налогоплательщикам нужно приложить определенные усилия, чтобы максимально воспользоваться этими возможностями. Спасибо, Ксения, за комментарии, за такие, в общем-то, и простые, и понятные разъяснения, надо сказать, сложных вопросов. Спасибо и вам, уважаемые коллеги, за внимание к нашему каналу. Оставайтесь с нами.